Немного расскажу о Тане, это героиня сегодняшнего выпуска, расскажу для зрителей, которые смотрят этот ролик впервые и понятия не имеют, кто она, откуда она и что вообще случилось. Таню мы нашли давно, год назад именно нашли, нам написали про нее письмо, приехали в эту деревню, она жила в разбитом доме в ужасных условиях, без отопления, воды, света, газа, ну вообще в любых условиях, к которым привык нормальный человек. И единственное отопление это печка, она отопила вот эту печку своим забором, остатками забора, потому что в ней, наверное, килограмм сорок от силы, она инвалид, хромает и рубить дрова в лесу, это точно не про нее. В общем, жила она в ужасных условиях и, естественно, нам захотелось ей помочь, мы привезли ее в город, сняли квартиру, одели, обули, немножечко, знаете, по-женски захотелось ее преобразить, потому что она действительно кардинально изменилась. И я думаю, что вот это изменение хоть как-то подняло ее самооценку, и она немножечко поверила в себя, в свои силы. И так уж получилось, что на нашем канале был еще один человек, которому мы помогали, его звали Дима, говорю о нем в прошедшем времени, потому что с ним случилась беда, он погиб, сейчас идет расследование на эту тему. Многие зрители нам писали, что хотели бы видеть эту пару вместе, потому что они очень подходили друг к другу. Мы действительно прислушались к нашим зрителям, познакомили их, хотя мы никогда на нашем канале не знакомили, не сводили, у нас вообще этого не было, в принципе. И мне не хотелось превращаться в передачу «Давай поженимся», потому что для меня это вообще противоестественно. Но именно вот в этом раз я тоже почувствовал и понял, что эти люди как-то подходят друг к другу. Мы решили их просто познакомить, посмотреть, понравятся они друг другу или нет. И у них действительно закрутились отношения. И причем очень быстрые, стремительные. У них была свадьба, у них были, ну как мне кажется, чувства, эмоции к друг другу. Но после свадьбы все пошло наперекосяк. Я думаю, все-таки причина это деньги, появление денег, потому что мы помогли Диме, потому что зрители стали помогать перед свадьбой. И у Тани с Димой действительно первый раз, наверное, в жизни появилось достаточно большое количество денег. Таня стала выпивать. Дима стал часто пропадать где-то. И в конечном итоге Дима пропал. Мы приезжали, искали, проводили поиски, обзванивали людей, к нам приезжали добровольцы. Мы искали Диму достаточно долго, но искали не в том месте. Буквально нас разделяло, наверное, метров 300-400 от того, где был Дима все это время. Он лежал буквально рядом через реку Мертвой в овраге. И после этого Таня, конечно же, не смогла жить в городе, не смогла быть там, находиться. Таня переехал в свою квартиру, которую дало ей государство в Думиниче. Это небольшой городок, скорее поселок городского типа, который находится от Калуги примерно в 100 километрах. Сейчас она живет в квартире в Думиничах. У нее были проблемы с алкоголем. У нее и до этого, в принципе, она могла выпить. Но сейчас у нее прямо стали жуткие проблемы с этим. Не исключается, что это и на нервной почве после такого. Я не то, что оправдываю это. Я все равно считаю, что алкоголизм – это блажь. Это бессмысленная трата своего здоровья. Но все же в ее шкуре никто из нас не был. И сейчас вы узнаете, как она живет. Есть ли у нее новые отношения. Есть ли какие-то изменения в ее жизни. И да, друзья, я совсем забыл. Всем привет. С вами канал Васин Осень. Меня зовут Сергей, если кто-то не знает. Хочу опять напомнить – подпишитесь на наш канал. Пожалуйста, это огромная помощь. Подписывайтесь на наши соцсети. Там я выкладываю фото из своей личной жизни. Также отрывки, которые не входили в основные сюжеты. И мы начинаем. А что это у тебя дырка такая здесь? Ай, давно когда Лена с уходами. Кто Лена? Лена с уходами. Надя, подруга. Ножом? Да. Ну, у нее больше приехал. Охренеть. Ну, не насквозь, да? Нет. Надо тебе здесь какую-нибудь картину. Да, да, надо полисть. Мэ. Жемэ. Спасибо. Друзья, важные новости об очередной технической инновации в мире наушников. И тюменские беспроводные наушники CGPods от компании Case Guru здесь рулят. Об этом пишут издания Коммерсант, Forbes, Комсомольская правда. СМИ признают CGPods лучшие наушники из всех недорогих и самые недорогие из лучших. У CGPods есть влагозащита, они выдержат любые влажные процедуры. Звук сочный, потому что огромный динамик, 10 мм. Форма антропометрически выверена. Наушники вообще не ощущаются в ушах и не выпадают. Развесовка ножки грамотная. Первые в мире берушники 3 в 1. Мощный шумодав заглушит любые внешние шумы. Даже шумных соседей за стеной. Стоит CGPods 5000 рублей. Ссылка и код на скидку 200 рублей в описании. Спасибо вам большое. Давненько не видел. Давненько не видел, да. Слушай, ну а как у тебя с алкоголем сейчас? Садись. Не пьешь. Не пьешь уже долго? Нельзя, нет. Как закодировалась с 9 числа. Это тебя подруга закодировала, да? Нет, я сама. Сама? Да. А как ты? Нет, я поехала лечиться. Я думала, там бесплатная кодировка. Они говорят, нет, это раньше бесплатно было, а сейчас платно. И сколько тебе отдала? 4500. А почему решила кодироваться? Не знаю, решила. Плохо уже стало, наверное. Да, мне вообще было плохо. Вот вообще. Как желудок твой? Нормально, не болит. Нормально? Да. Вот не пью, не болит. А когда пьешь, болит, да, Ниндюс? Хреново. Не, ну когда пила, болит. Ну, понятное дело. Там все будет болеть от такого количества. Сейчас уже будет три месяца. О, праздник. Ну, ты выглядишь свежо, хорошо, молодец, классно выглядишь. Я вот Леха приходит. Вот это Леха, да? Да, да. Который с этажом выше, да? Да, да. Расскажи. Который с этажом. Вы с ним? Мы с ним ничего, просто. Он приходит ко мне в карты, поиграем там, посидим, пообщаемся. Вы там не встречаете? Нет, нет. Он не в моем вкусе. Он, конечно, клеится, я говорю, нет. Ну, понятно. Я говорю, давай, друзьями останемся. Он говорит, ладно. Как друг он мне, как наделось его там. Вот. Как все, короче. Мы в высоком жили с ним. Вот с этим Лехой, который ты сосед. Вот. Я его с пеленок знаю, он меня тоже. Мамку мою знает, папку, всех, короче. Я всегда к нему относилась как к другу, как к брату, но никак. Вот. Ну, не мою. Я ему еще в тот раз сказала, Леха, давай отношения как-то это. Или друзья, или вообще никто. Вот он мне помог там. Антенну купил. А Леха это же выше живет? Да, он на втором 36-й. 36-я? Да. Один живет? Один. Один же у него родители там все. Ну, мамка умерла, папка тоже. Давно уже? Ну, давно уже. Лет 25 уже. Я его когда увидела первый раз, я его не узнала. Он говорит, вот, Анюха, это же я, Леха, Аниски. Ты чего, меня не помнишь? Мы соседи твои. Я уже не помню. Ну, у меня тоже, да, вот, тяжелая судьба такая, я смотрю. У него, ну, как тебе сказать, ну, да. Ну, 15 лет родителей лишились. У него сестра Танька, Ленка. То есть это многодетная семья, да, была у него? Нет, сестры и братья у него остались все. Ну, понятно. Они тоже женаты, дети. А он без детей, да? А он без детей. Нет, у него, он, говорит, прожил с женой 10 лет. Ну, говорит, развелись с ней. Развелись, да? Угу. А из-за чего не сказал? Сказал, изменим, он мне с мужиком. Да? Ну, жуть. Я, говорит, захожу, она в кровати держится. С работой, говорит, приехал. Офигеть. Ну, он мне так рассказывает. Я говорю, мне неинтересно. Угу. А он тебе не советовал закодироваться? Он сам как с алкоголем вообще? Он так, он редко пьет. Редко, да? Нет, он мне говорил, Тань, ну, надо тебе, ты девушка все-таки. Тоже здесь сидел, помогал мне. А почему не заводишь новые отношения? Не хочу. Я, как Диму, потеряла больше этого не хочу. А у тебя как дела? Да нормально. Леха на работе. Вчера играли в карты с ним. Посидели, поиграли, кофе попили. Он домашел. Угу. И все. Так приходят, спрашивают, как дела, никто не обижает. Я говорю, нет. Ну, он к тебе подкатывает, да? Угу. Ну, я не хочу ничего. Понятно. Вот, а когда он пьяный, я его вообще не пускаю. Говорю, где от чего? Угу. Вот, это все, я понял. Ну, ты так допускаешь новые вообще отношения, мысли об этом? Угу. Не хочу никого. Да, я еще до сих пор о Диме думаю. Угу. Мысли не уходят. Чем тебя Дима вот притянул? Не знаю, любовь, наверное, своей. Снится мне. Да, часто? Ну, не, вчера приснились только один раз, и все. Это за все месяцы. Ну, скажи, вот вопрос у тебя такой, если бы ты знала, какая вот тяжелая будет у тебя судьба, там, с Димой и так далее, ты бы, ну, если бы можно было вот в прошлое вернуться, ты бы стала бы с ним в отношениях как-то? Ты бы завела с ним в отношениях? С кем? С Димой? С Димой? Если бы знала, что тебе предстоит пройти? Нет, ну, все равно бы с ним бы я в любом случае завела, потому что он хороший человек, я его любила, а он меня любил. В любом случае я с ним завела. Вот некоторые не верят, говорят, что там, не любовь, там. Нет, я его любила, а он меня любил. Я надеюсь, и сейчас любит его. Да. Я надеюсь, и он смотрит на меня и радуется за меня. Но его недавно... Ну, хотя, мечтала об этом всегда, чтоб я закодировалась, чтоб наладила свою жизнь нормально, не пила. Три месяца это самый большой срок для тебя, который вот был? Нет, это маленький. Маленький. А сколько ты больше всего не пила? Ну, больше всего у меня выходило полгода. Не, я буду держаться. Меня на год закодировали. Я вот с 9 по 18 я лежала в больнице в Кауге. Ну, правда, никто ко мне не приезжал. Ну, мы даже не знаем, что ты в Кауге в больнице. Как позвонил, обрисказала. Я когда увидела, ой, там и привязывают людей. Меня не привязывали. Сказали, ты спокойная, не шубушная. Вообще брать не хотели, там врач молодой. Не хотели брать? Нет. Они говорят, а зачем мы ее будем брать, если она нормальная? Какой-то она нормальная. Это медсестра пока везла меня в машине, она чуть в омарок не упала. У тебя там какая-то белая горячка была или что? Ну, да. Помнишь вообще, что было с тобой? Не, ну, у меня много чего было. Дима у меня тут был. Серьезно? Угу. То есть тебе казалось, что здесь Дима? Да, да, люди, много людей. Надя, Офи, Лена, все, короче. Это тебе казалось? Да, да, да. С ума снять. Ну, как наилу, короче, все. Офи, Лена. Страшно было? Ты реально понимала, что это вымышленный персонаж? Не, я понимала, что у меня уже все. Крыши, да? Да, да. Я говорю, не, надо в больницу. Мне и уколы тут делали, мне не помогало. Я не спала сколько? Шесть дней. Не спала? Да. Да, и отходил от меня. Ужас. Девять дней, короче. Ну, вот, потом меня в больницу отвезли, две капельницы мне прокапали, и все. Надька хотела, чтобы меня здесь прокапали, а они говорят, нет, даже платно мы этого не делаем. Ну, Надька, хоть человек с ума сходит, помогите ей. Она говорит, не спит. Нет, мы не будем этого делать. Они как-то вызвали скорую и меня увезли, короче. И с девятого по восемнадцатого я там лежала. Да, жуть, конечно. Но ты ведь не хочешь обратно вернуться в это состояние? Нет, не хочу, боже упаси. Ты себе вот просто здесь, не знаю, на стене напиши, что с тобой было. Да, да, да. Распиши вот так, прям табличку такую, не знаю, поставь. Реально, напиши, что с тобой было. И когда ты вот сядешь сюда, выпила. Да, я думаю, вот. Просто почитай. Нет, прикиньте, я это все помню. Это как наяву. Да, жуть, конечно. Это жуть. Я больше этого не хочу. Ну, естественно. Наташка моя радостная за меня, Таньяла очень рада. Она говорит, ну, у тебя, во-первых, не первый раз, это уже. У меня же не первый раз. У меня и в ВУДе было много раз. Мы просто не знали об этом. Ты нам не рассказывала почему. Ну, зачем? Ну, понятно. Я не могу. Танька вообще хороша. Ну, зачем? Ну, правильно. У тебя очень чисто. Вообще, я просто зашел. Да, я каждый день полыму и убираюсь. Ну, очень чисто. По сравнению с тем, что когда мы приезжали... Да. Это жуть была. Это хорошо, потому что люди видят, как алкоголь действует на других людей. Вот мы снимаем, как есть. Ты посмотрите, какая молодец сейчас. Ну, просто, не знаю. Я вот реально за тебя очень рад, что ты не пьешь. Пожалуйста, держись. Не хочу. Вообще, вот держись, чтобы не... Даже не тянет, Серега. Вообще не тянет. Да расскажи, пожалуйста, Таня, вот жизнь, когда ты пьешь или когда не пьешь? Какие вообще различия? Блин, знаешь, когда я не пью, я чувствую себя человеком. Ну, да. Вот. Ты мыслей? Не хожу такая вот по деревне. Ну, когда не пьешь, чувствуешь себя нормальным человеком. А когда пьешь, мне этого не хочется. Это вот это колечко Дима дарил тебе? Да. Скажи. А, ну все, он ко мне отвлекает. Ага. Вижу. Да. Вот. Знаешь, Серега, ничего не болит, когда не пьешь. Конечно, чувствуешься хорошо. Да, не опухшая. Да, да. Вот. А так все нормально у меня. Кто это может быть? Лех. Привет. Привет. Лех, привет. Привет. Здоров. Как днись? Нормально, потихонечку. Питанька? Да, да. Захожу иногда так чаю попить, в карте поиграл. И тогда. Ну, ясно. Мы как раз сейчас о тебе болтали. Лех, можно с тобой будете болтать сейчас? Да, можно. Как дела у тебя? Да, нормально. Работаем. С работы только недавно пришел. А где трудишься сейчас? Ну, картошки. Картошку перебираю. Грузим. Угу. И часто работаете? Ну, так. Бывают даже выходные дни. Иногда. Угу. А как сейчас Таня вообще с этим делом? Да, не пьем, не слава богу. Уже давно, да? Да вот, как-то закодировалась надо в январе. И вот с какими намерениями? Так, пойдем дружим давно. И так, женщина вроде бы хорошая. Ну, сейчас то, что нравится, да, не спешу пока с этим делом. Своих сказок, точно не. Угу. Муж там помер. Ну, вот, нашли там, я не знаю, подробности. Ты знаешь, где ты? Ну, да, рассказываю. И Татьяна там, я тут тебе разговариваю. Угу. Вот, хорошо. Даже не спешу, подожду там, сколько там, по времени понадобится. Когда она там согласие даст. Ну, и вообще она даст, я согласен. Угу. Продолжение, вроде бы, предложил, но пока подожди. Ну, ты просто встречался, да, предложил? Ну, так. Ну, так вот. Ну, а ты думаешь, как она? Да нормально, подружески так. Подружески, да? Ну, как друзья, общаемся. А вы с ней сколько знакомы? Ну, так сказать, что жизнь. Ну, в собственном деревне. В собственном деревне? Да. Что я ее семью все знаю. И она мою семью все знает. Угу. Родителей, братья, сестра, так что. Угу. Нет, я ее узнал сразу, как в рамках по походке. Угу. Ну, то, что вот. Она вот с соседями общается, что за мужик. А потом, когда сам подошел, говорит, а не привет, а она смотрит. И с аудиторием у нее глазами, вот тело, грохот такой-то. Угу. Так она балдует. Ну, ладно, не будем мешать. Ну, ладно, Танюша, все, рад был видеть. Все, мы поехали. Давайте. Все, пока. Угу. 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 Закодировали ее. Закодировали. Закодировали. Ну, она хоть на человека стала похожа. Да. Ну, да. Я прямо рад. Я ее никогда не видел. Да, да. Она прямо красивая, симпатичная. Это была серая вся, как мышь. Да, да. Потому что алкоголь на человека уничтожает. Потому что взбивали друзья-товарищи. А то теперь ни друзей, ни товарищей, никого нет. Еще раз ты напьешься, тебя просто не довезут. Ты умрешь. Не довезут. Все, они это самое. Я просто не понимаю. Лешка придет, кофе купали. Или прихожу, кофе пьют. Да, молодцы. Попьют кофе. И Леха пошла домой. Она... Леха, это ее как... Ну, не парень или просто друг? Как думаете? Ну, как-то... Я не знаю. Лечку ж не держим. Совсем. Кто ее знает, что там о них? Любовь. Может быть, дружба. Может быть... Не знаю. Ну, они общаются, общаются. Угу. 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 Друзья, большое спасибо, что смотрели это видео. Очень интересно ваше мнение. Пишите, пожалуйста, комментарии. Всем хочу пожелать крепкого здоровья. Увидимся в следующем видео. Но для того, чтобы это сделать, обязательно подпишитесь на наш канал. Это огромная помощь. Подписывайтесь на наши соцсети. И, конечно же, если хотите, можете поддержать нас. В общем, всю информацию вы найдете в описании к этому видео. Спасибо за просмотр, друзья. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok